Обгоняя время, в Пурпе состоялись кольцевые гонки в формате тайм-этак. В соревнованиях приняли участие любители автоспорта из Пуровского района и Нового Уренгоя. Затем, как развивались события на ледовой трассе, расскажет Павел Прожогин. Новую автодисциплину тайм-этак северяне только начинают осваивать и делают это суровостью настоящих сибирских мужиков. Если автоэкстремалы с большой земли обгоняют время на трассах с твердым покрытием, то северяне оттачивают гоночное мастерство на ледовых треках, с каждым разом усложняя задачу. Трасса, как и в прошлом году была, аналогично сегодняшнюю трассу к прошлому году, но появилась более, так сказать, шпильки угловые, то есть она менее скоростная стала, но более трудная для прохождения. Правила просты. Победит тот, кто проедет круг за максимально короткое время. Участники выступают в двух классах – полный и монопривод. Среди тех, у кого всего два ведущих колеса, есть и представительницы прекрасного пола. Кристина Тимош участвует в гонках тайм-атак второй год. До серьезных успехов далеко, признается девушка. Пока накатывает опыт. Выбор транспортного средства объясняет просто. На чем есть, на том и выезжает к линии старта. Мне просто нравится ее, поэтому... А пока нет другой возможности ездить на другой машине. Пока есть только десятка. Сергей Лисовой из Таркас-Але – единственный участник, который выехал на гибридном автомобиле. Его Тойота – абсолютно гражданская машина с присущей любому семейному японцу высокой степенью безопасности. Правда, после отключения контроля курсовой устойчивости автомобиль показал отличное движение боком. Сергей Лисовой отмечает, в этом году и организаторы постарались, и погода сделала все, чтобы гонка получилась максимально сложной. Трасса своеобразная, каждый день она новая. То есть вчера она была одна, сегодня она другая, пошел снежок, трасса совсем другая, нужны другие траектории. Вчера мы ездили по одному времени, сегодня пытались съехать по этому же траектории, время получилось хуже. То есть нужно менять траектории. Новоурингойц Артем Банахович выступал в классе «Полный привод». У него богатый опыт в вождении автомобиля с четырьмя ведущими колесами. Но «Эволюшн» – непривычный автомобиль. Артем владеет им буквально несколько дней. К мощи настоящего спортивного болида необходимо приноровиться. Еще один фактор, который не позволил новоурингойцу занять верхние строчки таблицы – отсутствие грамотной ледовой резины. Скользкая, очень скользкая дорога, и у меня плохая резина. То есть у меня резина городская. Я машину купил на ледних колесах. Тут парни мне подогнали диски, и зимнюю резину я снял со своей второй машины. И вот я здесь. В итоге первые места в своих классах заняли хозяева соревнований. Новоурингойц Фанис Хариддинов на своем «Лансер Эва» смог доехать лишь до третьего места. Павел Прожокин, Николай Александров, Артур Цвелюк. Служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова